привет мои друзья у нас весна сегодня 18 марта ставрополь с вами наталья и сегодня хочу показать рассказать что и как у меня растет что и как себя чувствует не только мои комнатные растения но и садово-огородные пойдем полюбуемся это вот морозники цветут у меня вот такой цвет и еще розовый вот такой розовенький он на видео получается бледнее а в жизни он как лососевый такой интересный еще маленькие цветут потому сейчас на улице здесь у меня растут фундуки фундуки уже во всю цвету даже почти уже отсвели я могу бесконечно ходить рассказывать и показывать потому что все в моих вот на моей территории посажено моими руками конкретно эти фундуки я попросила у соседей поросли и вот уже им сколько лет даже не знаю даже сколько больше десяти им лет они плодоносят но все разные вот этот первый тонкокорый прям такое ядрышко хорошо заполненное дальше идет длинненький как дамские пальчики напоминает чем-то веба есть такой фундук веба ценный называется удлиненные такие плоды он очень легко очиститься а дальше уже там разные тоже чуть покрупнее плоды чуть помельче чуть толстокоры разные разные это мои гибискусы сирийские тоже выращены из черенков очень интересно мне отвозиться со мной выращивать с нуля это еще один фундук он вырос у меня из орешка я взяла орешек от крупноплодного сорта крупно такие крупные орешки не знаю что за сорт они сами люди не знают но очень урожайные крупные плоды может быть трапезуют не знаю а выросла из него ну как вы знаете при семенном размножении как много чем может измениться но на удивление прошлом году были первые орешки и они меня не расстроили они были крупненькие довольно такой ядрышко было плотная наполненная но правда шкурка немножко толстовато посмотрим что будет на этот год ну это растет распускает почечки моя ирга очень я увлеклась этой ягодкой этой культурой много читала много про нее смотрела видео как люди сажают попробовал на соседней улице растущую иргу я не знаю дикой она была или какая-то культурная просто на улицу высадили пальцы грязные земле возилась и вот она распускает почечки эту игу я купила просто нас магазине магазин где голландские растения привозят просто ирга канадская написано было на коробочке без указания сорта что будет дальше как будет себя вести как расти посмотрим рядышком я посадила иргу которую я приобрела в питомнике который называется ягод рай кто знает что это за питомник кто что-то получал расскажите выросло ли у вас то что вы хотели не пересортли это ирга сорта мартин мартин очень известный сорт крупноплодный сладкий десертный урожайный вот приобрела себе такую иргу вот еще переместилась другое место здесь тоже ирга это ирга из того же питомника ягод рай и называется она смоуки смоуки тоже кто иргой занимается знает сорт давно известный очень сладкий плоды не такие крупные должны быть как у мартина но тоже очень достойный а вот рядышком ирга это я приобрела на рынке меня накрыла позапрошлом году на иргу и я полна приобретала ее везде где только она мне попадалась на естественно слушала что люди говорят на рынке всегда говорят красиво я купила посадила будем посмотреть как говорит она уже все на бутончиках ну а здесь заросли моей жимолости жимолости меня несколько сортов это у нас марина подписано покажу ближе не видно отсвечивает в общем это жимолость марина следующая камчадалка потом еще марина они всего распустились уже у всех есть бутончики рядышком другие сорта это колокольчик дальше бакчарский великан восторг лакомка тут у меня остались поддоны не стояли меня и жили летом чтобы не забыть на каком месте стояли пока поддоны стоят вот еще одна жимолость здесь лакомка на надпись уже подстерлась крыжовничек малыш этот крыжовничек я покупала снимала видео что я покупала тоже на этой базе на голландской это крыжовник сорта конфетный по рекомендуется вам в интернете он должен быть очень сладкий действительно конфетный он очень плохо развивался прошлом году потому что сад у меня очень маленький приходится делать уплотненные посадки и малина его загущала затеняла я его вот этой весной пересадила на новое место надеется здесь он хорошо пойдет а вот этот крыжовник он фаворит в тех крыжовниках которые у меня сейчас растут уже плодоносит хорошо это белорусский сахарный приобрела там же на той же базе действительно он сахарный друзья он очень сладкий он такой крупный я в прошлом году не сняла видео не показала но плоды у него очень крупные на своих страничках в одноклассниках и вконтакте я выкладываю фото своих растений там можно сравнить он такой светло зеленый крупный и прям вот сладкий сладкий очень вкусный крыжовник буду его себе еще раз нужно еще кустик посажу это золотистая смородина тоже многие ее знают у многих растет очень благодарное растение стоит один раз посадить и она каждый год дает очень хороший урожай радует плодами и варенье закрывать можно и в свежем виде кушать очень витаминная самое главное что она очень неприхотливая никаких плясок с бубнами никаких болезней на ней нет посадил и забыл а если поливать и удобрять конечно ягод будут еще больше они будут еще крупнее и вкуснее ну и вот маленьжирчики друзья хочу вам показать как они себя чувствуют на сегодняшний день вот веточка которую обожгло морозом сразу видно что она такая оранжево-желтая где-то еще есть зеленые части у нее я поэтому не срезала ветки которые хорошо перезимовали выглядит вот так они видно что не сморщилась кора они такие зеленые темно-зеленые буро-зеленые убругие царапать царапну вот видно что зелененький и даст зелененький видно что в ней есть сок а кончики вот подмерзли принципе инжир нормально даже так терпимо вынес эту зимовку без укрытия вообще когда будут распускаться почечки еще сниму вредитель у нас еще полно полезла везде раньше мы их выносили и отпускали в лес но теперь поступаем радикально потому что по-другому с ними никак а это инжиры которые зимовали у меня подвале я начала часть выносить потихонечку сразу все конечно не вынесу потому что боюсь будут заморозки возвратные это лотарула лотарула сорт бребочку показала ведь какие фиги удлиненные у нее это бреба это коричневый турецкий известный сорт очень достойный сорт кто первый новичок собирается завести инжир я его очень рекомендую очень неприхотливый рядышком нафталан я его получила из архангельска а сама женщина привезла его из местности азербайджана который называется нафталан поэтому он так и называется у меня пока его настоящего названия пока никто не знает может быть это кастл кеннеди или июльский но поживем увидим у меня в прошлом году все плоды почему-то сбросил хотя он самоплодный у нее он в архангельске плодоносит на балконе но что-то ему видно не понравилось и он решил повредничать со мной ну вот так друзья такой пасмурный день ставрополь это мой микро микросад пока что выглядит все вот так конечно нужно приводить еще в порядок но сейчас только весна грязь нашли дожди что могу то показываю как могу так выращиваю места конечно мало хотелось бы еще но как говорится что есть то есть что имеем то имеем калинка до сих пор плодами дрозды и прилетают кушать ну так друзья всем хорошего дня всем пока пока